Гонконгская компания Lion Group Holding Ltd. совместно с компанией Hong Kong New Full Rich Ltd. подписали 18 ноября соглашение, в котором изложили свое намерение реализовать в Таджикистане совместный манинг-проект. Об этом сообщает интернет-издание StreetInsider.com. Издание также сообщает, что правительство Таджикистана, включая исполнительный аппарат президента и 12 государственных министерств и ведомств, уже дали разрешение компании Gench Technology на создание крупной криптофермы в одной из свободных экономических зон страны. Следует отметить, что добыча криптовалют нуждается в бесперебойном электроснабжении и осуществляется при помощи мощных компьютеров, которые в промышленных масштабах потребляют значительное количество электроэнергии. Примечательно, что в Таджикистане уже много лет действует лимит на подачу электричества населению в зимний период. Жители страны вынуждены отапливать свои жилища углем, дровами и кизяком. Вместе с тем, несмотря на действующие в стране лимиты, правительство Таджикистана продолжает экспорт электроэнергии соседним странам. Так, 16 ноября информационное агентство Веста сообщило, что таджикские власти за 9 месяцев текущего года выручили за счет поставки электроэнергии соседним странам более 91,2 миллиона долларов, что почти в два раза больше по сравнению с показателями аналогичного периода 2020 года. Из собственных источников Хабархо стало известно, что на этой неделе в некоторых столичных махаллях были проведены собрания по поводу экономного потребления электроэнергии, где жители предупредили запастись углем на зиму, так как в ближайшие дни лимит на подачу электричества может быть введен и в столице, а в некоторых районах столицы уже отключают электричество в ночное время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok